Всем привет! В этом видео мы с вами переходим ко второй части конвенции Obsession 2021 года в коллекции Poppy Parker Style Lab. Сегодня у нас на обзоре не кукла и не аутфит к ней, сегодня мы посмотрим на набор аксессуаров Bee, Accessory Park Bee, предназначенный для кукол Poppy Parker с плоской стопой. Тираж этого набора составил 1300 штук на мир. Цена для участников конвенции 75 долларов, без учета доставки. Приобрести набор могли только участники с основным билетом на конвенцию. Описание коробочки я вынесла в отдельное видео, ссылка на него есть в описании. У набора коробка конкретно коллекции Style Lab конвенции 2021 года. Как полагается, в коробке есть пакетик с силикогелем. За подложкой прячется сертификат подлинности. Этот набор был выпущен под номером 1001, а всего их 1300 штук. В набор входит сумка, сет аксессуаров, три пары обуви и платок. Давайте начнем наш обзор с обуви. Туфли – это лодочки из красного лакированного кожзама золотыми носами. Стелька рефлективная из золотого кожзама. Каблук устойчивый, немного сужается к низу. Он тоже золотой, подошва бежевая. Сапоги выполнены из серебряного рефлективного кожзама с текстурой под кожу змеи. Высота голенища достигает середины голени куклы. Спереди есть язычки, как у лоферов, которые украшены золотыми цепочками. Сапоги застегиваются на молнию сзади. Подошва бежевая. Босоножки очень красивые. Подойдут под совершенно разные образы. По подъему ножки держат бежевые плетеные ремешки, на которых нанесен рисунок из двух крестов и ромба между ними. Щиколотку поддерживают ремешки из коричневого кожзама. Есть пряжки. Стелька коричневая. Танкетка бежевая, словно плетеная, но сделана она из пластика. Все аксессуары выполнены из металла золотого цвета с украшением из красной эмали. Серьги-гвоздики, на которых висят круглые подвески с кругом из эмали посередине. С обратной стороны украшений нет. Подвеска на цепочке такая же, как и на сережках. Цепочка довольно длинная. Браслет литой. В центре его форма напоминает знак бесконечности. По всей остальной длине браслет украшен красной эмалью. Платок сшит из шелковистой ткани, края которой обработаны на машинке. В центре изображен принт из переплетающихся коричневых ромбов на бежевом, которые очень напоминают принт Гуччи. По краю принт обрамляют темно-коричневая и коричневая рамки. В одном уголке есть буквы ПП. Поппи Паркер. С обратной стороны принт и внутренняя рамка серого цвета. Сумка, очевидно, напоминает формы Boston Bag, дорожную сумку меньшего размера. То есть она прямоугольной формы с жесткими боковыми стенками. Ее ручки жесткие, из кожи, держатся на кожаных ремешках, пришитых к основе сумки. Снизу сумка кожаная с имитацией металлических ножек. К бокам пришит кожаный кант. Ткань бежевая с коричневым принтом, напоминающим принт Гуччи. По центру сумки проходит красная полоса выбрамления коричневых. Сумка застегивается на молнию, и внутри она была набита синтепоном. Видимо, для того, чтобы она не потеряла свою форму. Как я уже говорила, у сумки есть прототип. Boston Bag от Гуччи. Здесь только не хватает ремешка на плечо. Как по мне, данный сет аксессуаров – это одна из самых лучших вещей, которая была представлена на конвенции. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот набор. Есть ли он у вас в коллекции, и если у вас есть фотографии ваших кукол с элементами этого набора, прикрепляйте их к комментариям к моему посту об этом обзоре. В Телеграме или ВКонтакте. Себе этот набор я не стала оставлять, о чем я немножечко жалею. Так что, если подвернется, может быть, я его и верну. А больше всего мне в нем понравились аксессуары – серьги, подвеска и браслет. Но в нем отсутствует главный мой любимый аксессуар у Интегрити – это очки. Спасибо за просмотр моего видео. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании и в первом комментарии. До встречи в следующем обзоре. Всем пока!